Здравствуйте! В Ставрополе собрались лучшие акушеры-гинекологи из Ставропольского края. Краево-центр стал площадкой научно-практической конференции. О репродуктивном здоровье молодежи поговорим сегодня. В актуальном интервью у меня в гостях главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста, Минздрава России, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов Елена Уварова и Нина Фунда, главный внештатный специалист по детской и подростковой гинекологии Краевого Минздрава, заведующая Центром репродукции здоровья детей и подростков. Здравствуйте! Здравствуйте! Научно-практическая конференция, я думаю, собрала много специалистов Ставропольского края. Какие сегодня главные тенденции и главные вопросы? Конференция была очень интересной, что в первую очередь обусловлена тем, что необходимо сегодня особое внимание уделять молодежи, особенно девочкам. Это связано с уменьшающимся количеством детей в стране, того возраста, который стоит на пороге выполнения своих обязанностей по демографии России. Именно девочек 15-17 лет. Их очень мало. И сегодня главный специалист Департамента здравоохранения Павлов Кирилл Дмитриевич подчеркнул и показал, что насколько уменьшилось за небольшое количество лет число родов в Ставропольском крае. Это такая некая демографическая яма, получается? Получается, это некоторая демографическая яма по всей стране. Если мы сегодня говорим об общем количестве женщин в России – 78,5 миллиона, то девочек 15-17 лет – чуть больше миллиона. Да, конечно, у нас есть тенденция к тому, что увеличивается количество девочек маленьких – 0,4 года. Потому что в стране приняты очень правильные меры и материнский капитал, и вспоможение различные, уровни помощи материальных. И, естественно, народ потянулся, особенно земли, которые осуществляют свою программу правильной, рожают не одного, а как минимум трех детей. Потому что воспроизводство – это не один, это не два, а как минимум три ребенка для страны. И сегодня, Нина Анатольевна Фонда, которая отчиталась за работу за год, мы это проводим регулярно по всей стране. Мы выезжаем в города, мы выезжаем в субъекты, в которых собираются специалисты, занимающиеся детьми и подростками, и молодежью, которые заинтересованы в том, чтобы репродуктивное здоровье сохранять. И, естественно, по этому отчету были сразу же очень четко видны все те проблемы, которые есть в крае. Отчет был составлен очень логично, и эти проблемы вырисовывались отлично. И очень хорошо, что был представитель Министерства здравоохранения. И я посмотрела, мне очень понравилось, что он очень много записал. И сказал, что, конечно, подсказка очень своевременна, мы знали свои недочеты, но вот так вот четко все было представлено, что все ясно даже, как их справлять. Это была первая часть. Вторая часть была озвучена Ниной Анатольевной, подчеркнута докторами, о том, что есть проблемы с профилактическими осмотрами. Вот смотрите, даже такие цифры, которые прозвучали сегодня в отчете. В разных возрастах положенных, которые прописаны приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, в которых осматриваться должны девочки, охват осмотром 82-87%. Это очень хороший охват. Это начинается с какого возраста? У нас есть декретируемые возраста – это 3, 6, 14, 15, 16 и 17, включительно. Однако выявляемость заболеваний существенно отличается по профосмотрам – 3,6% – и по посещению кабинетов акушеров-гинекологов, гинекологов детей и подростков, где она возросла до 37. Это значит, говорит о том, что нужно сегодня, с одной стороны, проводить тренинг специалистов, кто проводит эти профосмотры, чтобы правильно проводили, чтобы не боялись приходить на профосмотры, потому что на самом деле есть проблемы, есть заболевания, которые нужно своевременно диагностировать и или излечивать достаточно простыми мерами, либо переводить их в состояние, так скажем, более сохранном, чем это было на тот момент, когда мы их осмотрели. Потому что это возможно именно в этом возрасте. Когда уже с этим заболеванием или состоянием девочка переходит черту подросткового периода и становится взрослой, уже поздно. Уже бесплодие, уже ЭКО, уже огромные траты денег государственных на эти нужды. Хотя можно было всё предотвратить очень своевременно. На начальных стадиях. На начальных стадиях, да. Вот когда родители, когда население поймёт, что это не какое-то вредительство, это не какое-то, скажем, галочка делательное событие в жизни врача, а что это им непосредственная помощь и очень нужная помощь. Потому что сколько мы видим вылеченных детей, навсегда вылеченных детей, если они своевременно выявлены на профосмотре, своевременно обратились потом по определённому маршруту. Это тоже, кстати, очень важный момент. Мы сегодня его отметили, что в Ставропольском крае, как и во многих других городах России, тоже должен быть маршрут девочек с различными состояниями заболеваниями в определённые учреждения для того, чтобы оказалась им самая лучшая помощь. Вплоть до того, чтобы они могли быть бесплатно абсолютно госпитализированы на обследование и лечение в наше национальное учреждение, которое называется Национальный медицинский исследовательский центр акушистой гинекологии и перинтологии имени Владимира Ивановича Кулакова в Москве. Федеральное учреждение национального такого значения, которое ведёт всех девочек только бесплатно. Родители даже этого не знают. И поэтому не обращаются своевременно за помощью. А вот профосмотры позволяют это выявить. Вот родители же не боятся водить ребёнка ежемесячно на профосмотр к педиатру. Каждый месяц водят и на прививки, водят и к окулисту, и к невропатологу. А почему-то к врачам этого профиля боятся. А где на территории Ставропольского края проводятся осмотры? В школах или в специализированных медицинских центрах? Нина Анатольевна. Дело в том, что профилактические осмотры детей младшего возраста, то есть 3-6 лет, осуществляются в медицинских кабинетах, в детских учреждениях, в детских садах, в медицинских кабинетах. Дети неорганизованные, то есть которые не посещают детский сад, посещают кабинеты гинеколога в поликлиниках. В Ставрополе конкретно в каждой детской поликлинике сейчас имеется детский гинеколог. В каждой поликлинике, еще раз повторяю, этого не было в прошлом году, в 2018 году. Старшеклассники, дети 14, 15, 16, 17 лет посещают медицинские учреждения. Организовано, проводится наружный осмотр, беседа с подростками, разъяснена им, для чего проводятся профилактические осмотры, собираем жалобы, если они имеются, и дополнительно потом приглашаем на прием для дальнейшего обследования и коррекции нарушений различных. Но мы сталкиваемся с такой проблемой, что когда мамы приходят с малышами к нам в поликлинику на профосмотр, когда их отправил к нам педиатр, они всегда очень удивляются, а почему, зачем? Ну, у меня всегда встречный вопрос к ним, а у других специалистов вы этот вопрос не задаете? Слово, например. Да. Ну, вот с этим сталкиваемся достаточно часто. По поводу профилактических осмотров, почему у нас такая, ну, небольшой резонанс получается по поводу обращаемости и выявлений на профосмотров. Городские дети более охвачены, так скажем, профилактическими осмотрами и более высокая выявляемость в среднем 9-10%. Ну, это по России такие статистические данные у всех. И дальние регионы, там меньше выявляемость, поэтому средняя сумма по выявляемости получается, ну, может быть, маловато. Все дети с выявленной патологией приглашаются на приемы и отслеживаются, и проводится необходимая коррекция. Дети, которые нуждаются в дальнейшем лечении в высокотехнологичной или в центральных клиниках, не испытывают затруднения по направлению в центральное учреждение. Мы с Министерством здравоохранения нашим направляем направление, и клиники выбирают детей, поэтому нет трудностей с этим. Елена Витальевна, Вы путешествуете по городам России, встречаетесь со специалистами. Как наш регион выглядит в разрезе, ну, может быть, субъектов Юга России, Северного Кавказа? Вы знаете, да, на самом деле вы правы. Мы иногда собираемся именно не только Ставропольским краем, но и всем Южным округом и Северокавказским округом, в том числе и Крым, приезжает в Ростов-на-Дону. И мы с ними тоже проводим аналогичные совещания. Те же задаются вопросы, те же, так скажем, рекомендации есть. Но мы видим то, что, конечно же, зависит в большей степени от подготовленности врачей. И здесь эта проблема сегодня стоит очень острой. И не даром же и президент нашей страны, и наш министр Михаил Абертович Мурашко сказал о том, что на сегодняшний день он абсолютно уверен в том, что самое главное в обеспечении правильной помощи медицинской на сегодня нашему населению – это улучшение квалификации врачей. Вот абсолютно четко от этого зависит. И даже несмотря, кажется, на то, что все слушают одно и то же, все воспринимают, кажется, правильно и хорошо. Но когда мы стали ездить с аудитом, когда мы разбираем больных, смотрим больных вместе с врачами, мы абсолютно видим разный уровень подготовки. И, естественно, вот эти допускаемые ошибки, они больше связаны с тем, что врач не хочет образовываться. Это острая проблема. В Ставропольском крае в этом, скажем, лучшее исполнение. У них есть и повышение квалификации, и они все время держат руку на пульсе, приезжают в центральные офисы наши, где мы обучаем их. И, естественно, они все время консультируют больных, если это нужно. То есть за счет этого повышается их образовательный уровень. И поэтому на фоне других выглядит неплохо, особенно северо-кавказских регионов. Я вот сейчас в марте поеду с Союзом Женщины России в Чечню, в Чеченскую республику. И даже очень интересный такой момент. Меня заранее предупредили, чтобы я, так скажем, была достаточно снисходительна и более-менее так решала этот вопрос именно как помощь, а не как аудит. Не настаивала, да? А не как аудит, потому что там есть свои проблемы. Но я надеюсь, что мы и там сделаем так же все хорошо, потому что они хотят. Они на самом деле сейчас наконец чуть-чуточку отошли от своего этого длительного военного положения. И они хотят развиваться, они хотят что-то делать. И это всегда очень приятно. Но могу сказать, что Нина сказала о том, что родители боятся и спрашивают, почему к гинекологу надо идти. Потому что у нас как-то было неправильно воспитанное население еще в социалистическом варианте существования страны. когда не хотелось родителям посвящать детей, или чтобы они знали, как они построены, что у них есть. Они могли только описать, что у тебя есть носик, ротик, глазки, ушки. Пупок. Пупок. Все, что ниже пупка – нет. Табу. Поэтому, наверное, оттуда и идут эти пересуды, разговоры. Хотя, в общем-то, я считаю, что стоматологический осмотр более неприятный, чем наш внешний гинекологический осмотр. Но родители почему-то экстраполируют некоторые, еще и томусируют в своих сетях, что вот, моего ребенка будет смотреть как женщину, а вот этот опыт осмотра как женщины у кого-то вызывает какие-то неприятные, странные эмоции. Хотя это тоже ничего особенного не привносит. Но мы вообще ничего не делаем и не смотрим ребенка как женщину, девочку. Мы только внешне, глазами осматриваем и ласково разговариваем. И больше ничего. А если это подросток, то, естественно, мы всегда интересуемся, какие у него проблемы. И, естественно, в дружеской форме, без менторского, такого поучительного тона, всегда что-то можем подсказать, помочь, рассказать. Именно это наша цель. Сегодня всех-всех гинекологов, детей и подростков. Если кто-то есть по-другому, представляющий свою деятельность на профосмотрах, то, естественно, это, так скажем, серьезно осуждается и обязательно подчеркивается, что так делать нельзя. Пусть поэтому родители не боятся этих только внешних осмотров. Этого достаточно, чтобы выявить воспалительные изменения, пороки развития, которые своевременно можно устранить, выявить различные опухолевые процессы, внешние даже, выявить даже то состояние, которое сегодня так популярно, но слухует рак шейки матки, вакцинация от рака шейки матки. На самом деле народ не замечает, как он покрыт весь папилломами. И он считает, что это не его. Вот это папилломы, что тут особенно? Вон все ходят с папилломами, ничего. А на самом деле эти папилломы не вызывают рак, но они могут переродиться. Допустим, вот есть такое состояние, как рак гортани, папилломатоз гортани. Вот как раз его вызывает тот же тип вируса, который вызывает папилломы на теле. Но никто же не задумывается. И проблема здесь другого рода. Подростки сегодня, в общем-то, на самом деле, очень хорошо информированная часть населения. И, естественно, информированная даже в вопросах секса. Если раньше было как-то, так скажем, неудобно, неприлично, и больше, так скажем, держали за ручку и дружили, то сегодня... Не стесняются. Не стесняются. И совершенно не думают, что оральные контакты, которые, к сожалению, распространены среди молодежи, даже несмотря на то, что нет еще нормальных сексуальных контактов, а оральные уже есть. Это может рак гортани вызвать. Никто об этом не задумывается. Но зато, ах, вакцина делает плохие дела, что-то она... Хотя весь мир уже доказал. 110 государств доказало, 110 стран доказало, что это великолепный способ защиты от ВПЧ ассоциированных раков. Нет, мы почему-то считаем, что это можно. Вы говорите о прививке, да? О вакцинике. Да. И опять же, это профосмотры. То есть мы на профосмотре девочкам 14-ти старше лет говорим об этом. Мы им рассказываем. И, естественно, они могут уже объяснить родителям со своих позиций, почему они хотят сделать эту прививку, чтобы не болеть раком. Да, поэтому здесь профосмотры очень важная часть нашей работы. И, наверное, она основная. Потому что вся та заболеваемость, которая есть, она говорит о том, что уже немножко что-то пропустили. Нина Анатольевна, доступность профосмотров. Если на территории Российской Федерации была такая тенденция, закрытие ФАПов на территории Ставропольского края. ФАПы были, сейчас они только расширяются. ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт. Удаленные территории, малые населенные пункты. Доступны ли жителям этих территорий такие профилактические осмотры? Да, безусловно. На территории Ставропольского края имеются такие учреждения. В дальние районы выезжают выездные бригады, где осуществляют профилактический осмотр детей и подростков. Если возникает необходимость, уже отправляют на специализированный прием. В районы детские кабинеты, вернее, детские гинекологи осуществляют свою работу в детских поликлиниках. Часть врачей осуществляет прием в женских консультациях совместные, в сочетании взрослый прием, детский отдельный прием. Поэтому дети имеют возможность и посещать, и осуществляются профилактические осмотры, потому что сейчас тенденция именно оказания профилактической помощи направленность для того, чтобы наше поколение наших деток было здоровым и давало, о чем говорила Елена Витальевна, что сейчас все-таки подростков в нашем крае Ставропольском, по данным переписи населения, подростков от 15 до 17 лет всего 14%. Поэтому, соответственно, рождаемость у нас в этой группе пока больших, сильных перемен не ждем, хотя, в общем-то, многие моменты, которые стимулируют рождаемость, существуют. Но будем ждать хороших времен, будем надеяться, что наши дети благоразумны. Во всяком случае, дети, которые начинают взрослую половую жизнь, они порой приходят к нам на прием за консультацией по контрацепции, даже еще не вступив в отношения. Есть такие, приходят в парах, мы детям разъясняем, и считаем, что это правильно, чем закрываться, прятаться и получать негативный опыт от этой жизни, от начала. Есть ли примерная цифра детей, семей до 18 лет, которые уже обзавелись собственными детьми? Ну, в крае есть у нас, у нас такой регион, в общем-то, многонациональный, есть определенные народности, которые вступают во взрослую жизнь, то есть Женя Царана есть, но процент небольшой. Все-таки у нас на территории Российской Федерации. Да, то же самое, все зависит от того, какие национальности, какие традиции. Но могу сказать, что сегодня все равно по России тенденция такова, что на одни роды приходится полтора аборта. Аборта, да, хотя, в общем-то, до 18 лет, да, 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 хотя еще вот несколько лет назад это было один к двум. Аборты падают. Но тут есть интересная сторона этого вопроса. Это не от того, что улучшает контрацептивное поведение. Беда в этом. Скорее всего, это связано с тем, что увеличивается количество детей с нарушением ритма менструации, с нарушением менструального цикла. То есть это та самая группа, которая тоже является группой риска по бесплодию во взрослой жизни. И мы чаще стали видеть девочек, у которых, допустим, пропадает менструация. Вот была немножечко, год-два, и пропала менструация. И среди этих девочек много тех, которые уже имеют истощение резервы яичников на овуляцию и на беременность. Это приобретенные заболевания? Это не приобретенные. Это, скорее всего, экология, скорее всего, какие-то накопившиеся данные, в том числе, вот, допустим, курение, которое было у бабушек, у родителей. И, наконец, оно отразилось на генофонде их детей. Мы никогда об этом не говорили, а сейчас мы об этом стали очень серьезно говорить. Даже не алкоголизм, да, не то, что мы всегда боялись, да, нет, а именно курение. И мы видим этих девочек, и, конечно, у нас сегодня в научных своих изысканиях встает вопрос такого странного рода, как, может быть, именно у них, пока еще не весь яичник потерял свои функции, забрать часть этого яичника, чтобы заморозить эти существующие пока яйцеклетки. И когда она во взрослом виде захочет иметь детей, она будет иметь не донорский материал, а свой собственный, который сохранится для нее. Даже вот такие вопросы сегодня ставятся. Причем не только в нашей стране, это во всем мире так получается. И поэтому, скорее всего, здесь вот этот вот флер той жизни, которая была на протяжении, вот так скажем, с прошлых 60-х, 70-х, 80-х лет того столетия. Все время девочкам говорим, особенно если у них есть какие-то нарушения, что, знаешь, вот сориентируйся вот так по жизни, что если у тебя будет возможность, если ты встретишь своего избранника, то не жди. То есть работа детского психолога должна быть, да? А мы в общем-то и есть. У нас получается специальный гинеколог детского и подросткового возраста, юношеского лучше так даже скажем, это в одном стакане, если можно так сказать, и гинеколог, и эндокринолог, и акушер, и хирург, и невролог, и психолог, и психиатр, и уролог. То есть мы должны абсолютно все знать. Мы должны знать душу, потому что это очень важно, знать душу подростка, знать душу ребенка, найти к нему подход таким образом, чтобы он, уходя, говорил спасибо, до свидания маленькие, если по которым боятся его, убегают просто так, да? А взрослый плакал и говорил, что он хочет еще раз с тобой встретиться. Вот это наше счастье, когда мы с ними именно так общаемся. Это получается как орфанное редкое заболевание, так и у вас редкая профессия. Хватает ли таких специалистов у нас? Ну, в крае, в общем-то, не совсем хватает специалистов, но во всяком случае у нас на территории нашей медицинского университета проходятся тематические курсы усовершенствования. Вот уже курс был в ноябре. И каждый год, два раза в год эти курсы проводятся. Если специалисты наши хотят повысить квалификацию в центральных учреждениях, мы вот с Еленой Витальевной сегодня разговаривали, и ко мне потом подошли наши доктора, которые заинтересованы пройти обучение. В центральных учреждениях препонов никаких нет. Елена Витальевна сегодня очень интересно нам просвещала наших специалистов, докторов. Им очень понравилось. И многие хотят пройти учебу для дальнейшей своей работы. Потому что, еще раз повторю, что многие акушерогинекологи совмещают прием и детского гинеколога. Поэтому тема актуальна. Детей очень много, которые хотели бы общаться и с врачами, и с специалистами. Действительно, мы должны находить общий язык с пациентами, со своими подростками, которым тоже исполняется 18 лет, и они иногда не хотят от нас уходить. А можно у вас по беременности наблюдаться? У нас пока нет таких возможностей. Мы не наблюдаем в беременных детских поликлиниках. Но такие моменты есть. И всегда приятно, когда они потом приходят с детьми и говорят, а вот это ваш. Возможно, да, профессия перерастет еще во что-то такое иное, более обширное. На самом деле мы, так скажем, не расставимся со своими пациентами. Почему? Потому что они нам доверяют. Это очень ценно. Это вот тот самый вариант, который у нас хотели правильно, красиво внедрить, и не очень получилось. Это семейный доктор. Но на самом деле получается именно так. Доктор репродуктивного здоровья, охрана репродуктивного здоровья. Но вы правильно сказали, наверное, орфанная специальность, которая, к сожалению, как-то так не очень хорошо воспринимается населением. Что это такое? Для чего это нужно? И даже врачами. Что, дескать, ну ладно, что такое детская гинекология? Ну пойду на пенсию, пойду в детскую гинекологию. А на самом деле это надо столько знать, что когда уже мозги предпенсионного, пенсионного возраста, ты не сможешь усвоить всю эту специфику. Поэтому мы, наоборот, сегодня говорили и радуем за то, чтобы студенты старших курсов узнавали о нашей специальности и становились детскими гинекологами для того, чтобы быть современным, активным врачом. И его, кстати, лучше, как всегда, вот волонтеры. Почему удобно волонтерское движение? Потому что они ровесники. И то же самое, когда молодые врачи будут, да, молодые врачи будут, это будет лучше, чем когда будет сидеть вот моего возраста. Человек хорошо, вот я как-то так, скажем, умею себя вести, а? Зато опытный. Нет, я умею себя вести, потому что, да, на самом деле это очень важно. Вот умение с каждым подростком наладить правильный контакт. Причем это же очень психологически чувствуется. И это почему мы начали с того, что мы психологи. Потому что когда вот заходит ребенок с мамой, ты уже знаешь, какие претензии сейчас мама будет высказывать. Ты понимаешь, как будет реагировать ребенок. И вот эта игра троих, театр такой маленький, дает возможность раскрыть все, что есть внутри у ребенка подоплек. Потому что очень часто бывает, что причиной ее состояния является какая-то либо стрессорная ситуация, либо такая, скажем, неуверенность в себе, вот эти комплексы. И эти комплексы выражаются в том, что манифестируют они заболевание. Убираешь комплексы, уходит заболевание. Даже вот такая вот ситуация. Но это надо все очень четко почувствовать. И тут врач, в отличие от обычного врача, который бывает на приемах, приходишь, почему мы не очень любим ходить к врачам? Придешь к врачу, он так... Сначала очередь, потом быстро осмотрел. Да, 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 да. А здесь этого нельзя. Да, здесь это нельзя. Поэтому у нас и на прием Минздрав нам прописал 30 минут на осмотр первичный, да. А у педиатров вообще час. Нам вот так меньше дозволено, потому что акушер, гинеколог 22 минуты должен смотреть пациента. Но это средняя такая цифра. Там все зависит от того, что за состояние заболевания. Но очень важно наладить этот психологический контакт. А это только зная психологию можно детей и подростков сделать. Но на самом деле я могу сказать, что я очень рада, что я второй раз в Ставрополе по этой проблеме. В 2017 году мы были. Но как-то так это было менее четко определено. Не было представителей Минздрава. И, естественно, у нас был такой, скажем, легкий междусобойчик, что называется, детских гинекологов. Сегодня это были акушерогинекологи. Причем для многих по реакции на школе, которая потом у нас была, я видела, что они слышали очень многие вещи первый раз. Или даже объяснение. То, что и мы раньше показывали, но вот этого объяснения не было. И поэтому было недопонимание. А когда недопонимание, то и... Ну, а зачем это делать? А вот сегодня по глазам я видела, что... Как прозрение шло. Ну, вот это значит умение донести до них правильно. То есть и здесь психология общения тоже очень важна, как педагога уже. И в то же время умение показать, что мы очень доступны, а мы на самом деле очень доступны. Наше учреждение так всегда и говорит, что мы созданы для России. По акушерству гинекологии, по гинекологии детей и подростков в частности. Наш директор Геннадий Шсухих, он постоянно утверждает, что мы для всех. Не все для нас. Вот это надо забыть. А мы для всех. Вот это вот, я считаю, очень важно. И мы поддерживаем этих традиций. Спасибо вам большое за встречу. Очень интересная тема. Можно на самом деле беседовать практически бесконечно. Рада, что встреча прошла результативно. Результативно, вместе с нашими краевыми врачами-специалистами. Будем ждать вас снова в Ставрополе, в студии своего ТВ. Была рада вас видеть. Спасибо большое. Очень было с вами приятно, уютно. Надеюсь, что ваша работа будет помогать нам, а мы с удовольствием будем с вами общаться. Спасибо большое. Ну а зрителям своего ТВ желаю хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok